МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подтвердили эксперты Ассоциации «Русский регистр». Смоленская АЭС провела плановую противоаварийную тренировку. Открытый диалог молодежного актива с руководством станции. Плановое совещание с руководителями подразделений на атомной станции прошло в расширенном формате. В мероприятие приняли участие не только сотрудники АЭС, но и представители городской власти. Ремонт первого энергоблока завершен с опережением графика на 6 суток. Это отметил директор Смоленской АЭС. Мы досрочно завершили ремонт блока номер один. Это позволит нам улучшить наши показатели по выработке и другие финансовые показатели. Я хочу поблагодарить персонал Смоленской станции, ремонтников, подрядчиков за эту хорошую работу. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе три энергоблока, суммарная нагрузка 3041 мегаватт. Существенных замечаний по работающему оборудованию нет. Глава администрации Атомграда Вячеслав Седунков рассказал о значимых событиях Десногорска. День защиты детей, большое мероприятие мы готовим, День России. Международный военно-патриотический слет Отечества в девятый раз уже проводим у себя. Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям» проводится по инициативе Общественного совета Росатома в целях увековечивания истории становления, развития атомной энергетики и строительства объектов и городов. Это конкурс для школьников с 6 по 11 класс. Принимают участие все наши школы. И по результатам будут отобраны победители, которые потом будут соревноваться на федеральном уровне. И, соответственно, федеральные победители, школьники получат призы и награды, в том числе путевки в лагере «Артек» и «Орленок». Выработка электроэнергии за 30 дней мая составила 1,3 миллиона киловатт-часов. С начала года энергоблоками Смоленской АЭС выработано 8,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Интегрированная система менеджмента Смоленской АЭС соответствует требованиям международных стандартов в области качества охраны труда и экологии. Такой вывод сделали независимые эксперты Ассоциации по сертификации «Русский регистр» по итогам инспекционного аудита, проходившего с 23 по 27 мая. Аудиторы проверили функционирование интегрированной системы в подразделениях атомной станции, соблюдение требований безопасности при выполнении работ, оценили состояние производственно-технической документации, побеседовали со специалистами. По результатам проверки несоответствия не выявлено. Сертифизирующему органу рекомендовано подтвердить сертификаты соответствия по всем трём стандартам. Результаты проверки положительные. Также радует, что нами не зафиксированы несоответствия наблюдения в рамках этой проверки. И наша ассоциация по сертификации подтверждает действия сертификатов, которые выданы были в прошлом году по результатам рейс-сертификации. 26 мая Смоленская АЭС провела плановую противоаварийную тренировку в посёлке Ворга Ершишского района, где размещен защищённый пункт управления атомной станцией на случай чрезвычайной ситуации. Руководил тренировкой директор Смоленской АЭС Александр Васильев. Наряду с работниками атомной станции в тренировке принимали участие глава муниципального образования Ершишский район Константин Серенков, специалисты администрации Ершишского района. В мероприятии были задействованы средства реагирования Смоленской АЭС, передвижной пункт управления, передвижной узел связи, передвижная радиометрическая лаборатория. Цель тренировки – отработка вопросов взаимодействия персонала Смоленской АЭС, органов власти и взаимодействующих служб, проверка готовности и умений персонала атомной станции действовать в условиях нештатной ситуации. Подводя итоги, директор Александр Васильев отметил, что поставленные в ходе тренировки цели были достигнуты. Тот оборудование, которое мы сегодня посмотрели, которое развернули, оно соответствует сегодняшнему дню и оно, так сказать, работоспособно. У нас есть целая программа, каким образом мы дальше будем совершенствовать это направление. Сейчас организуется закупка нового современного оборудования. Ну и, думаю, до конца года или в начале следующего года у нас будет обновление парка техники и по данному направлению. Глава муниципального образования Ершишский район Константин Серенков также положительно оценил итоги прошедшей тренировки. Впечатляет мощь. Не зря вы носите звание лучшей станции по стране. Такие тренировки проводятся ежегодно на Смоленской АЭС в плановом порядке с целью отработки действий подразделений в случае возникновения нештатной ситуации, проверки готовности персонала и технических средств к ликвидации её последствий, а также совершенствования оперативного взаимодействия и информационного обмена всех участников. Узнать о задачах, стоящих перед станцией в 2016 году и задать волнующие вопросы лично директору Смоленской АЭС в формате живого диалога. Такая уникальная возможность появилась у молодёжного актива Смоленской АЭС. Уменьшение складских запасов и условно-постоянных затрат, открытие нового направления по выработке изотопов, большая насыщенная программа по автоматизации производства. По словам директора Смоленской АЭС Александра Васильева, задачи, стоящие перед станцией в 2016 году, амбициозны, но достижимы. «Нам бы хотелось, чтобы производственные усилия молодёжи, ППУ и ПСР-проекты были сосредоточены именно на этих областях», – отметил Александр Иванович. В режиме диалога молодые атомщики смогли получить ответы на волнующие их вопросы. Как продвигается рассмотрение поданных предложений по улучшениям, каким образом можно принять участие в развитии новых направлений работы и многое другое. Григорий Шахмать поблагодарил Александра Ивановича за открытые ответы, отметил, что такая площадка прямого диалога с первым руководителем – уникальный опыт для молодёжных объединений АЭС России и выразил общее желание молодёжи внести свой вклад в развитие предприятия. На этом наш выпуск завершён. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Хороших вам новостей и всего самого доброго! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова